добрый день дорогие друзья мы продолжаем с вами наше изучение недельной главы торы в айгаш вчера мы остановились как синяя кого спускается в египет мы говорили о том что 70 человек сошли в египет это учитывая иосифа винашея фраима и яховед это дочь реви которая становится через 130 лет матерью рокамаше перед тем как идти в египет яков отправил егуду перед собой к иосифу чтобы он показал ему путь в гошен это страна рамзес для гошен там где мы должны жить в египте раша благоценной памяти пишет это для того чтобы он сразу основал там дом учения чтобы моторы не отрывались потому что этого делать нельзя когда мы сойдем в египет мы сразу должны приступить к изучению торы тем более все условия для этого иосиф полностью создает он всех нас обеспечить продовольствием чем по количеству детей по количеству душ всех он дает нам все возможности что мы так жили и действительно пока иосиф был жив у нас вообще никаких трудностей не было мы жили в египте с наш даже налоги не брали теперь написано что иосиф сам запряг свою колесницу чтобы встретиться с яковом своим отцом и написано что встретились отец сыном и написано что йосиф плакал на шее отца своего долга наши мудрецы говорят ну почему это иосиф плачет а яков не плачет ведь мы с вами читали что йосиф плакал на плече бенемина бенемин плакал на плече иосифа то есть как бы обоюдно а здесь нет наши мудрецы говорят потому что в это время яков читал шма это было время течения шма для чего это яков сделал дело то что он бы мог прочесть майна 10 минут позже но нет потому что иосиф мог сказать папа я правитель страны и ко мне приходят люди и приходят разные вельможи допустим военный министр страны и не обязательно по торе что борода была сильно длинная можно и коротенькую сделать допустим то яков не хочет дать никакой слабинки потому что он тот же яков который был который не хочет ни в чем себе сделать послабление он дает иосифу понять что если пришло время шма ничто не может его отложить поэтому плачет йосиф а яков не плачет вот так такое интересное объяснение дают наши мудрецы что происходит дальше 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 мы приходим в страну и получаем землю самую лучшую в египте землю так фараон сказал распорядился постели к стране гашен и если есть среди братьев люди толковые то представь их мне иосиф пришел пришел представить парову перед фараоном своих братьев что он делает он понимает если братья сейчас придут крепкие красивые братья мощные фараон поймет что они будут военачальниками они же талантливые такие как иосиф и тогда они которые уйдут и иосиф сказал братьям своим когда вас спросит фараон какое ваше занятие скажите что вы пастухи овец как мы так и отцы наши потому что мерзость для египтян всякий пастух овец йосиф выбирает пять братьев самых слабых с видом и представляет их фараону раша была цельная память и он пишет это те братья которые назвали благословение маше главе браха по одному празу допустим если егуда так он два раза допустим назван пирана пузырь написано это ягудей услышь бог волос ягуды народу приведи его тот этого человека он не представляет представляет братья которые выглядят слабее и взял он этих пять братьев и представил их фараону и фараон спросил их какое занятие ваше и сказали братья что пастухи мы как и отцы наши и пришли мы здесь временно пожить потому что нет пастбищ для овец наших вот так вот фараон распоряжается все посели их а есть если них люди толковые на заначив пастухами на стадами моими то что йосиф и добивался вот так все теперь они будут не на виду братья и йосиф то что задумал то есть делает вот так вот и написано что голод тяготел над страной и пришли египтяне к йосифу и сказали дай нам зерно наше серебро уже у фараона йосиф им сказал сделайте обрезание египтяне подумают как что это такое пошли к фараону фараон говорит идите к йосифу что он скажет делайте потому что если бы не йосиф вы уже умерли с голоду для чего йосифу нужно было сделать так чтобы египтяне делали обрезание мы знаем что такое сделать обрезание европейской части допустим советского союза если это был азербайджан или это средняя азия то не было проблем у евреев которые там жили делать обрезание потому что те народы которые жили там они обрезание все делали и для них это было все хорошо но те люди которые жили других республиках в украине в россии белоруссии это была проблема и мог моэль за это в тюрьму угодить на много лет то есть это было очень опасное дело поэтому чтобы у нас не было трудности в египте йосиф так сделал чтобы египтяне делали обрезание и он взял во второй год они продали свой скот а потом пришли уже на третий год два года прошло нет ни скота ничего и продали фараону землю свою и стали рабами фараону и если откупил у них всю землю египтян и дал им зерно для посева потому что когда яком пришел в египет нил поднялся также как он пришел в пада на рам сразу в колодце пошла вода и страна разбогатела тоже самое произошло и с египтом теперь египтяне получили зерно для посева а йосиф их поселил от одного конца египта до другого потому что те люди которые жили на севере стали же допустим на юге на востоке на запад для того чтобы когда мы придем в страну чтобы мы могли спокойно жить чтобы нам не сказали что мы дожили вы тут пришли вы тут никто поэтому они здесь только пришли и мы тут только пришли то есть он нам полное облегчение сделал только земли одних жрецов йосиф не откупил потому что был надел жрецам от фараона но если вы благодарен жрецам потому что него спасли мы об этом уже говорили то есть потефар когда узнал что его жена сказала что йосиф с ней там переспал и вот пятна на постели это сперма то и призвал тогда потефар жрецов они были мудрецами и они сказали нет это не сперма это куриный белок потому что затвердела когда огнем нагрели а когда это сперма она бы слетела с прошлой от огня и поэтому так как они спасли йосифа йосиф теперь сделал так что жрецы получали на дело государства вот так вот он благодарна все поступил с ними еще одна цель чтобы левиты которая тоже является священниками в египет египет по египетским законам чтобы они имели возможность учить тору и не работать вот так вот то есть это у нее тоже был такой смысл у йосифа он все это продумал а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за понятия души михаэль бен леви барт авата царель павел бен эфим совы был герж хаймалка бот йосиф розов от михаэль памяти ури бен харитон мендель бен мендель яков бен нахум владир бен григорий за здоровье светлана бот клара шимон бен и царь брифмен мария анна бот ривка полина пера бот соня сура лена бот лара ажей бот ида анна бот елена евгений бен софия двор бот мирям моисей бен ева ирина бот двора юзи бен раиса инесса бот маэль лени бен берта евгения бакита фира бот она геннадий бен елена ольга бот светлана йосиф дам бен сара тайма бот фрида и добат рива вадим бен татьяна юрия бот бела яков йосиф бен рахель шимон бен мира фейга бот берта ася бот года марк бен мина ира бот вера леор бен клара рафаэль бен клара хана цепора бот сара ида бен хая алива и фин бен соня мая бот фаина алексей бен ольга мазал парнасас була ирина батури арона рябин ури за хороший дух арона рябин двора дизбина хом оригаль бацара хана бот аврагам рафаэль риа лей бен лариса параса и блюд лагерь бен рая марина бот рая бритмен марина всего хорошего олегу матченко всем браха парнасакова на мазал то что мы это время не решили учили тору всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч надеюсь настоится завтра в 15 часов шалом